Олимпия 2021. Послесловие. Чем запомнится главный турнир этого года? Выбираем главного героя минувшей Олимпии. Кто он и из какого дивизиона? И Фил Хит критикует Олимпию этого года и рассказывает о возвращении в 2020. Народ, всем привет! Я обещал высказаться об Олимпии немного после турнира. Я считаю, что все это еще актуально. Так что спасибо, что смотрите. Тайм-коды, как всегда, в описании под видео. Я ценю ваше внимание и время. Надеюсь, вы оцените мой контент. Насчет Олимпии. О расстановке атлетов я вам уже рассказывал. Что чемпионом стал Биг Рами, вы тоже знаете. Но мне было интересно взглянуть на судейские протоколы, чтобы понять, насколько, по мнению судей, тот же Биг Рами был лучше Брэндона Керри и Ходи Чупана. И что мы видим? После предварительного судейства Рами опережал Керри всего на 1 балл. Я напомню, что чем меньше баллов, тем лучше. Это значит, что большее число судей отдали атлету более высокое место. В данном случае первое. Так вот, после первых сравнений разница между Рами и Керри была минимальна. 7 баллов против 8. Чупан отставал. Только 15 баллов. Но Олимпия тема уникальна, что, если мы говорим об открытой категории, она проходит в 2 дня, и атлеты именно на второй день в финале обычно улучшают свою форму. Что называется, доводит ее для того, чтобы улучшить свои места в итоговой таблице. И Биг Рами на второй день получает уже не 7, а 5 баллов. А вот Керри только 11 вместо 8 в первый день. То есть, по мнению судей, Рами на второй день улучшился, а Брэндон Керри нет. Но Ходи Чупан, по мнению судей, даже на второй день даже не улучшившегося Брэндона Керри все еще не догонял. Только 14 баллов против 15 в первый день. То есть, получается, ни в один из дней сухость, отменные ноги, прекрасный контроль пресса и даже вакуум, экспрессия в позировании и общие пропорции Чупана не были для судей аргументом против огромного Рами? Давайте посмотрим на этот снимок. Да, я знаю, это снимок. Много раз мы обсуждали, что по фото судить не стоит. И да, это только одна из поз, но мистер Олимпия слева, если что, да? И я надеюсь, что на этом снимке Ходи Чупан не был искусственно улучшен для более выгодного сравнения. Но все же, но все же, допустим, он не был лучше Рами. Но сильные стороны иранца не дали ему преимущества даже против Брэндона Керри. Ноги которого отстают от верха так же, как у Рами вверх от огромных ног. И при этом даже в ногах по сравнению с тем же египтянином иранец смотрелся отлично. Аргумент следы местных инъекций в плечах, руках, они смотрятся искусственно, угловато, портят впечатление, да? Кто те инъекции на уровне Олимпии в открытой категории не использует? Считанные атлеты не прибегают к всем возможным технологиям и способам для того, чтобы сделать свою форму еще более эффектной. Возможно, для кого-то те же плечи, Ходи, стали аргументом. Похоже, что для судей тоже. Или же это просто способ оправдать свое видение. При этом я хочу, чтобы это было очевидно. Я не хочу выглядеть адвокатом для Чупана и активно через канал продвигать свои собственные взгляды. Абсолютно нет, мне нравилось, как на сцене выглядел Ходи. Но при этом я транслирую мнение скорее многих выступающих атлетов, которые недоумевают результатом Олимпии. Как бы то ни было, в итоге 12 баллов у Рами, 19 у Керри, 29 у Чупана. И потому складывается ощущение, что в этой тройке, особенно на второй день, как таковой конкуренции и не было. Даже между вторым и третьим местом. И в таких условиях, при таком видении судей, Рами становится уверенно двукратным министром Олимпии. И заявляет, что планирует оставаться в этом статусе еще несколько лет. То есть, оформить династию. Такое распределение атлетов, такой отрыв по баллам с учетом качества атлетов и их сильных сторон, это еще один тревожный звонок для всех неравнодушных к этому турниру. Впрочем, и таких людей с каждым годом все меньше. Все же сказывается и деградация бодибилдинга, меньше ярких личностей, генетических уникумов и просто желающих выступать в открытой категории, и в том числе платная трансляция. Да, неофициальные пиратские рестримы были, но сам факт играет роль. Еще несколько лет назад официальная трансляция была в открытом доступе. Ну и завершая тему открытой категории, я предлагаю послушать Владимира Яковлева, который дебютировал на этой Олимпии в категории до 212 фунтов, лично видел многих атлетов и поделился своим мнением. Мне понравился Хадди Чубан, мне кажется, что он должен был стать мистером Олимпия, ровный, сухой, ну то есть все при нем. У него какой-то образ в этом году получился полноценный, он выглядел как чемпион на сцене, на сцене. Хотя должен сказать, что как личность, ну именно как представитель, как амбассадор бодибилдинга он меня не привлекает. Но также меня не привлекает, еще, так сказать, меньше привлекает играми, как представителя этого вида спорта, вот, и Брэндон Керри. Тут даже говорить нечего, он и жесткий, и глубокий по пропорциям, ну все при нем. Он готовый, грим хороший, прическу он поменял, не знаю, какой-то вот в этом году внешне он притягивал какое-то к себе хорошее внимание. Ну и судя по баллам, все было понятно и у Classic Physique. Давайте посмотрим протоколы. Да, многие говорили, что этот дивизион чуть ли не самый скучный. Очевидно, чемпионом должен был стать Крис Бамстед. Для меня это было не так явно, но смотрим баллы у топ-3. 5 у Бамстеда, 10 у Тарреса Рафина, 18 у Бриона Энсли. Опять же, четкое распределение мест, а значит, согласие между судьями в вынесении вердикта, хотя, как по мне, Крис Бамстед и Терренс Рафин по форме были гораздо ближе и конкурентнее, чем то выражается в протоколе. Знаю, по открытой категории и по Classic Physique у вас будут разные мнения, но победителей не судят. Так говорится, да? Их награждают. Бамстед за победу получил 50 тысяч долларов, Биг Раме – 400 тысяч. Ну и еще бонусом в родном городе Раме его именем назвали самую большую площадь города. Приятно. И да, отдельное спасибо за кадры с Олимпии Александру, который живет в Штатах. Мой подписчик, он был на Олимпии, отснял эти кадры для нас с вами, за что ему большое спасибо. Ссылку на его инстаграм-профиль я оставлю в описании под этим видео. Там же будет ссылка на его с его супругой YouTube-канал HoneyNVenom. Друзья, кто, как и я, признателен, несложно. Перейдите по ссылкам, посмотрите контент. Если понравится, обязательно подпишитесь. Александр, большое спасибо за видео. Ну а вы, друзья, в комментариях под этим видео делитесь, как вам эта Олимпия в целом и как вам победители в разных категориях. Кстати о них. Кого мы можем назвать главным героем этой Олимпии? В очередной раз похоже, что обделенного судьями и народного, уже двукратного народного чемпиона Хадди Чупана или может быть Дерека Лансфорда, который показал действительно гремучую смесь на сцене. Свои топовые пропорции он наконец дополнил чемпионским качеством и это сочетание против него в последующие годы, если он сохранит его, будет очень сложно найти аргумент. Или же, может, это Крис Бамстед, который в этом году уже в третий раз подряд был признан главным эстетом планеты. И можем ли мы именно его назвать главным лицом фитнес-индустрии на данный момент, при том, что он не выступает в открытой категории? Хотя, возможно, это для него даже плюс. В общем, вопросов немало. Надеюсь, вы поделитесь своим видением. Вопросов много и по самой Олимпии. Что мы думаем о турнире в этом году? С одной стороны, есть плюсы. Лучше стала пресс-конференция, которую в прошлые годы было просто невозможно смотреть. В этот раз она динамичнее, новый формат, лучше смотрятся герои, интереснее смотреть. Кроме того, сам турнир. Такое ощущение, что был динамичнее, новый формат взаимодействия ведущего с атлетами, с гостями, какие-то новые локации и так далее. Интересно. Из минусов. Платная трансляция, мы этот момент уже поняли, проехали. Остается только привыкать. Сцена. Ужасная сцена с точки зрения восприятия атлетов. Прекрасная для того, чтобы демонстрировать рекламу. Но для фотографов, для зрителей, для того, чтобы просто воспринимать атлетов на фоне мерцающих экранов, сцена действительно неудачная. Но при этом есть и другие минусы, которые обозначили не обозреватели и даже не обычные зрители, а семикратный мистер Олимпия Фил Хит и его же нашу Рим. Еще во время турнира Фил, который комментировал Олимпию и ее пресс-конференцию для другого ресурса, жаловался на трансляцию, что сигнал доходил до него со значительными помехами. Сложно было смотреть. Но еще больше вопросов у Чемпиона было к контенту в соцсетях Олимпии. В частности, речь шла о видео в официальном инстаграм-профиле Олимпии. Перед вами сейчас кадры из комнаты для раскачки. Конкретно под этим видео я сам читал комментарии. Ну, сложно не заметить, да? Выпирающий живот рули Винклара. Он просто забирает на себя все внимание. Люди откровенно этот момент высмеивали хейтили, да? Вот что пишет Фил. Зачем вы так с моим другом? Кто ведет этот аккаунт и кто снимал эти кадры? Вы должны выставлять этих невероятных атлетов в лучшем свете, чтобы не давать повод для тупых рассуждений, а наоборот создавать почву для позитива и, что важнее, привлекать потенциальных инвесторов. Фила поддержала и его жена Шури, которая написала, что сейчас образовался словно какой-то тренд на ужасные, неудачные фотографии и видео с атлетами из открытой категории, которые как раз-таки своей популярностью привлекают основную кассу и зрителей для организаторов турнира. И также она обратила внимание на категорию wellness. Разминку этой категории организаторы также снимали, выкладывали в инстаграм профили. И Шури доносит мысль, что наверняка родителям и супругам этих девушек, да и им самим, не хотелось бы, чтобы такие кадры разминки именно в соревновательном белье попадали в сеть. Что эти дамы потрясающие и заслуживают внимания не только в момент, когда они в определенных позах разогреваются перед позированием. Насчет девушек я, пожалуй, что соглашусь, потому что в этом плане операторы зачастую действительно откровенно перегибают. Я не раз был свидетелем подобных моментов, когда они, ну, уж слишком акцентируют внимание на женских прелестях, при том, что их можно гораздо более красиво показать во время того же женского дефиле различных категорий за кулисами. Они его также практикуют перед зеркалом или просто перед камерами. Все это можно сделать красиво без излишней пошлости, да? Ну, а вот насчет мужчин и, в частности, рули все довольно спорно. Потому что, с одной стороны, выпирающий живот рули – это проблема рули и ничья больше. Потому что, почему-то, таких проблем не возникает у того же Ходи Чупана в открытой категории и еще у некоторых атлетов. В 212 Лансфорд на подобное не жаловался. Или в Классик Физик с атлетами того дивизиона тоже таких проблем не возникало. Потому что они свой пресс контролируют. У рули в этом году такая проблема действительно была. И, казалось бы, о чем речь? Хочешь, чтобы не было проблемы? Держи живот, да и все. Проблем не будет. Но вместе с тем, правда и в том, что даже при наличии минусов в форме атлета, в интересах организаторов сосредоточиться именно на плюсах атлетов. Да, у рули в этом году в целом были проблемы с животом, в том числе на сцене. Но в то же время логично, что за кулисами он его контролирует не так старательно, как перед судьями. И так можно сказать про каждого. За кулисами ты разогреваешься. Можно по просьбе оператора сделать классный кадр и дальше заниматься своим процессом. Будут довольны и атлет, и организатор, и зритель. Но это возможно только если оператору не все равно. Будь я там на должности ответственного за подобные кадры, конечно я был бы заинтересован в более удачных ракурсах и уж точно в официальный-то аккаунт загружал бы кадры с профессиональной камеры, а не с телефона. Благо сейчас это не проблема. Но все же это мелочи, да? Из них в том числе складывается впечатление о турнире, но в целом мы говорим о другом. Так что давайте этот выпуск закончим недавним постом Фила Хита о его подготовке к Олимпии 2020 года. И в частности Фил вносит ясность, почему подготовить форму именно в том году ему было сложнее, чем в предыдущем. Бодибилдеры, вы когда-нибудь пропускали свой пик? Со мной так было на Олимпии 2020 года. Этот снимок был сделан 22 ноября 2020 года за 4 недели до Олимпии. Я был слишком сухим, когда начал подготовку, и мне казалось, что я вел тяжелую битву с самим собой, ведь каждый новый читмил делал меня еще суше слишком быстро. В тот день у меня было 4 читмила до тренировки, и все сработало не так, как я надеялся. Много чего хотелось бы обсудить в рамках этой темы, ровно как и другие темы, что касаются подготовки к турнирам. Никогда ранее не раскрывал деталей, так что рад делиться с вами происходящим на более регулярной основе. Четкого ответа, почему Фил пропускал Олимпию этого года, и выйдет ли он на сцену еще когда-либо, у меня нет. Но в то же время становится абсолютно очевидно, что та эпоха, с которой многие и начинали следить за бодибилдингом, эпоха Фила Хита, Кая Грина, Денниса Вольфа, Шона Роддена, Декстера Джексона, конечно, хотя он застал несколько эпох, да, и того же Брэнча Уоррена, допустим, она окончательно завершилась. Это не хорошо и не плохо, это просто часть жизни и процесса. Ну а на сегодня все, друзья. Спасибо, что смотрели это видео. Делитесь мыслями в комментариях под этим выпуском, потому что без вашей обратной связи все, что я делаю, оно как бы не имеет смысла, так что давайте обмениваться мыслями, и впереди много выпусков. У меня столько всего, что я хочу с вами обсудить, и что вам показать, так что следите за обновлениями. А пока меня зовут Андрей Луценко. Работаем дальше. Субтитры сделал DimaTorzok